Здравствуйте! Сегодня четверг, 13 апреля. В нашем ежедневнике важные события, яркие и интересные материалы псковских СМИ и прогноз погоды в Пскове на пятницу. На ПЛЭН очередная премьера. Новый проект «Зверьё-майор» рассказывает о жизни братьев наших меньших. Советы ветеринаров и кинологов, душесчипательные истории зоозащитников, невероятный опыт владельцев экзотов. Можно ли научить собаку танцевать, как отучить кошку, драть диваны и сложно ли держать дома змей. Об этом и многом другом можно послушать на ПЛЭН-ФМ и увидеть в видеоверсии ПЛЭН-ТВ. С чего надо начинать? Это с точного понимания, какую породу собаки вы хотите, для чего вы хотите собаку. Ездить с ней, путешествовать или просто мирно прогуливаться по аллее парка. Поэтому точное понимание, кого вы заводите, это залог вашего успешного будущего. Далее вы должны взвесить размеры своей квартиры, свои доходы, потому что содержание собаки – это не дешёвое удовольствие. Вы должны понимать, что собака затрачивает много времени на себя, особенно первые полтора года жизни, потому что это и воспитание, и обучение собаке, и социализация, адаптация её в социальной среде. Три штатных мудреца Максим Костиков, Олег Добрынин и Артём Татаренко сегодня в прямом эфире ПЛЭН-ФМ поговорили о реальности возвращения железного занавеса на границе России. Выслушали мнения радиослушателей по этой теме, а также традиционно обсудили забавные и яркие новости последних дней. По чиновникам не запретили ездить, да и слава богу, пускай он в Краснодаре свои деньги оставляет. Вопрос-то в другом. Пускай внутренний туризм развивает. Внутренний туризм развивает, Байкал, Камчатка. Проблема-то сейчас вот текущая ситуация, она немножко, на мой взгляд, другая. Мы говорим там о том, что вроде наши власти, что туда подкручивают гайки, закрывают, но тут важно не путать. Не Россия же опустила первый железный занавес, в частности, на границе Эстонии и Латвии. Собственно, это произошло с подачей властей именно этих республик. То есть, они первыми, ну, кто стал аннулировать эти шенгены, выданные здесь, кто первым закрыл этот консульский пункт, который здесь находился и так далее. Это же не Россия на этом настаивала, объективно. То есть, самое это парадоксальное в том, что, когда об этом говорил Черчилль в Фултонской речи, тогда, действительно, занавес вроде бы, он как будто бы с востока опускался, этот железный. А сейчас мы наблюдаем парадоксальную, действительно, картину, когда наши соседи первыми пытаются этот занавес опустить. Первый в этом году лесной пожар зарегистрировали в Псковской области. Он произошел вблизи деревни Горнего Псковского района. Причина – бесконтрольное выжигание травы на сопредельной территории. Площадь пожара на момент ликвидации составила полгектара. Подробности на Псковской ленте новостей. Пасхальная неделя – подходящее время, чтобы поговорить о роли РПЦ в общественно-политической жизни. Корреспондент по ЛНФМ разбирался, действительно ли отмечается рост авторитета и роли РПЦ в России за последний год. Нужно ли исследовать принципы отделения церкви от государства или РПЦ – одна из важнейших скреп нашего общества. Подробности в тектовой версии программы «Дневной дозор» на Псковской ленте новостей. Уроженка Пскова актриса Юлия Пересильд, окончившая Псковскую школу номер 24, встретилась со своими учителями на премьере фильма «Вызов». Премьера первой, снятой на орбите Земли кинокартины, состоялась вчера в День космонавтики в Москве в Государственном Кремлевском дворце. В ближайшее время фильм выходит и в кинотеатрах Пскова. Подробности на Псковской ленте новостей. В Пскове подходит к завершению региональный этап Всероссийского чемпионата профессионалы, который собрал более 200 конкурсантов. Обозреватель Псковской ленты новостей Ульяна Лавыгина посетила соревновательные площадки, где ребята показывают умения в электромонтаже, производстве мебели, графическом дизайне и других профессиях. Об этом в статье «Как стать профессионалом». Как и у любого праздника, у чистого четверга есть свои традиции и обычаи. Один из них – это приготовление куличей. Для тех, кто на правильном питании, МК в Пскове предлагает три рецепта кулича без сахара и муки из пшеницы. И о погоде на завтра. В пятницу, 14 апреля, днем будет пасмурно, температура воздуха от 5 до 11 градусов тепла. Ночью также пасмурно, температура воздуха плюс 2, плюс 7 градусов. Ветер восточный умеренный. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами до завтра. Ссылки на все материалы, упомянутые в выпуске, вы найдете в описании под видео. Хорошего вечера и до встречи на ПЛНТВ.